Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать послание к Титу на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем третью главу, заключительную. Апостол пишет, напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Начало главы как будто бы отсылает нас к какому-то прежнему разговору, потому что звучит как явное продолжение какой-то прежней мысли, напоминая им повиноваться, кому им может возникнуть вопрос. Если мы обратимся ко второй главе и к ее окончанию, то увидим, что в ней речь шла о старцах, о старицах, о юношах, о молодых женщинах, женах, о том, как они должны себя вести в семье, о рабах. И далее последние стихи как будто бы не посвящены никому конкретному из людей. Даже скорее здесь говорится о Боге, о Христе, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И в таком случае может оказаться, что вот это начало третьей главы, оно относится ко всем тем, о ком говорилось до этого, то есть ко всем христианам. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству, властям, быть готовыми на всякое доброе дело». И действительно, совершенно очевидно, что это так, потому что не какие-то отдельные люди в церкви должны быть готовы на всякое доброе дело. Не только старцы или старицы, или молодые жены, или девы, или юноши, или рабы, скажем. Все, совершенно очевидно, должны быть к этому готовы. Этот стих звучит как очень схожим образом с началом 13 главы послания к римлянам, в котором апостол Павел пишет «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И в обществе, которое воспитано в таком прометеевском духе, воспитано в духе еще французской революции, и потом всех этих революционных движений, которые в том числе захватили в 20 веке Россию, например, людям, которые воспитаны в таком духе, подобные стихи кажутся чем-то таким неправильным, неправильным, чем-то явно связанным с каким-то подчинением, покорением, таким попыткой угодить властям, что вот, мол, вот видите, христиане уже в древности писали, да, надо покоряться властям, и вот так христианство все время воспитывало какой-то дух покорности, такой служения власти и прочее. На самом деле, если исключить, да, или, скажем так, ну, попробовать посмотреть на это с другой точки зрения, не с точки зрения вот этой прометеевской такой романтической идеологии, что надо все время бороться с властью, все время как-то против нее идти, совершенно очевидно, что в контексте Нового Завета, и апостол Петр об этом пишет, и апостол Павел об этом пишет, есть власть, которая существует в стране, в империи, в каком бы то ни было государстве, она, эта власть, существует по воле Божией, по его попущению, если она языческая и жестокая, по его благословению, если это власть какая-то боголюбивая, которая, скажем, помогает людям жить в мире правильно, благочестиво. Но апостол Петр, да и апостол Павел тоже, они много об этом говорят, что, в общем-то, власть может быть разная, и сама идея власти в том, что человек следит за порядком, в том, что есть люди, которые обеспечивают как-то общую жизнь, но самое главное, нигде ни у одного апостола, ни в одном писании мы не встретим такого повеления потакать, скажем, власти в каком-то бесчине, в непотребстве, в каких-то грехах, совершать по распоряжению властей грехи, этого совершенно нет. Более того, если опираться не только на текст, но и на саму практику жизни христиан, мы видим, что христиане молились за языческих императоров в Римской империи, но при этом, когда эти императоры повелевали им приносить языческие жертвы, христиане этого не делали. Они говорили, царь, мы за тебя молимся, да, и пусть Господь благословит твое управление, но если ты предлагаешь поступить против заповеди, то против заповеди мы поступать не будем. И этот же подход, он прямо выражен в основах социальной концепции Русской Церкви, в которой сказано, что христиане, как граждане своего государства, подчиняются его законам, но только до тех пор, пока эти законы не противоречат заповедям Божьим. Там, где заповедям Божьим законы противоречат, христиане могут выражать мирное неповиновение. Поэтому в самом этом призыве нет ничего плохого, если на него смотреть непредвзятым взглядом, не взглядом, который воспитывался, все время воспевая революционеров, борцов с властью. Власть может быть разной. В самой идее власти на земле нет ничего плохого. В падшем мире должно быть государство, должна быть некоторая иерархия, структура, которая обеспечивает жизнь людей в этом мире. Но далее, даже если мы посмотрим вторую часть этого стиха, мы увидим, что вот это повиновение и покорение начальством и властям это только часть, какая-то даже, может быть, не самая важная жизни, потому что дальше апостол пишет, и быть готовыми на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. То есть христианин живет, и вот его жизнь – это жизнь полная возможностей, это жизнь полная перспектив, в которых он реализует свои дары духовные, которые ему даны от Бога. Он должен быть готов, да, сейчас, он должен быть готов на всякое, на всякое благое, на всякое доброе дело. И Павел даже поясняет, какие еще важные черты христианского поведения можно в себе воспитывать. Никого не злословить, что, кстати, очень актуально, потому что если ты имеешь какое-то замечание к человеку, во-первых, ты должен сказать его лично, высказать, как нам Христос заповедовал, либо попробовать воздействовать на него с помощью двух или трех других людей, либо, если это невозможно сделать, тогда повешать церкви. Если речь идет, допустим, о недостатке работы, может быть, тех же властных органов, то с точки зрения апостола, да, как вот здесь говорится, что важно делать? Важно не злословить. Если есть конкретное замечание, его можно высказывать, я думаю, что многоголосица такая конструктивных мнений, она вполне возможна, но злословить, это значит говорить злые слова, это значит судить, а Христос запрещает нам, говорит нам, не судите, потому что вы не знаете до конца, почему совершаются те или иные действия человеком. Поэтому злословить, это не просто делать замечание, злословие, это не просто критиковать, злословие, это именно злые слова, когда мы с ненавистью говорим о ком-то, и вот с ненавистью, как говорит Павел, ни о ком говорить нельзя, не быть сварливыми, то есть таким постоянно делающим замечания, устраивающим свары, то есть не становиться источником конфликта. Вот есть люди конфликтные, они все время ищут повода враждовать и конфликтовать. Христианин не должен быть таким. Как мы помним, Христос говорит, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так вы поступаете с ними. Если мы хотим, чтобы вокруг нас был мир, было благоденствие, чтобы люди были спокойными, чтобы люди были кроткими, чтобы люди были трудолюбивыми, настроенными на диалог, на мирный диалог, на сосуществование, то, конечно, мы сами должны быть такими. И апостол так и пишет, быть не сварливыми, но тихими. Здесь вот это слово, интересно, на самом деле его можно перевести не как тихий, то есть речь идет не о том, что ты должен там все время тихим голосом говорить, а речь идет о том, что ты должен быть доброжелательным. Это слово, его можно перевести как снисходительный, уступчивый, кроткий и доброжелательный, ну вот и тихий в то же время. Но в любом случае мы понимаем, какое это поведение, это поведение не агрессивное, не вызывающее. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вот это слово кротость у нас обычно неправильно понимается, как такая забитость, как неспособность ответить, как безинициативность и, в общем-то, что-то такое все время податливое, подчиняющееся, не имеющее своего мнения. На самом деле апостол Павел имеет в виду здесь под кротостью ласковость, сдержанность, спокойствие. То есть это не какая-то такая совершенно безинициативная личность перед нами. Перед нами личность, но не являющаяся источником конфликта, раздора, являющаяся наоборот какой-то просто точкой спокойствия, надежности в обществе. Человек, на которого можно положиться, что он всегда спокойно, мягко, сдержанно, внимательно войдет в каждое дело, рассудит и будет поступать не эмоционально, не только потому, что он влечется своими страстями. Далее апостол пишет. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать Божия и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильный через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Ну вот третий стих, он как будто бы еще относится к началу главы, и здесь апостол говорит о себе и о своих собеседниках. Он, с одной стороны, не отделяет себя, с другой стороны, это не просто какое-то самоубичевание, он говорит об общем некотором прошлом, и это даже несколько удивительно, потому что сам про себя апостол Павел много раз пишет, что он всю жизнь старался жить по заповедям, что он всю жизнь старался проводить благочестиво и жить по совести. И тут он пишет, «Ибо и мы некогда были несмыслены», неразумны можно перевести, «непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусными, ненавидели друг друга». Удивительно, как-то с образом апостола Павла, даже пусть речь идет о прошлом, о молодости, совсем как-то не сочетается. Еще раз скажу, что он все время подчеркивал свое благочестие с самого детства и соблюдение заповедей, и такое внимательное отношение к закону, вообще к правилам жизни, праведной. Но я думаю, что здесь есть некоторое снисхождение проповедника Павла к язычнику бывшему, потому что Тит — это бывший язычник, Павел его обратил, и община, к которой обращается Павел через послание к Титу, это община, состоящая не только из иудеев, но и из язычников. И вот снисходя к ним, говоря не просто «и вы когда-то были несмысленными, непокорными», он говорит «ибо и мы были когда-то». То есть у всех были в прошлом какие-то проблемы, но сейчас эти проблемы должны быть забыты, не в смысле просто оставили в прошлом и дальше совершаем что-то подобное. Нет, забыты в смысле все, началась новая жизнь. В крещении мы умерли для греха, как он пишет в послании к римлянам, чтобы жить для Бога, чтобы жить для праведности. И поэтому он говорит «ибо мы некогда были». Вот все то, что он перечисляет здесь и рабство похотем, и различные удовольствия, злоба, зависть, даже гнусность, он говорит. То есть такое что-то отвратительное совершенное, даже ненависть друг к другу была. Но все это должно быть оставлено. Он пишет «когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили». Действительно, здесь как раз очень важно, что Павел и в послании к римлянам много об этом пишется, что даже и он со всей своей праведностью законной понимает, что он не был достоин спасения, что он не был достоин просто того, чтобы жить с Богом, что это всегда в любом случае явление его милости, Божьей милости. Как бы человек ни жил, старался ли он жить по закону, он все равно не совершенен, или он не старался, а был язычником, вообще жил по каким-нибудь языческим, правилам, или даже хуже языческих правил, нарушал и их, то есть самые элементарные вещи были нарушены. Так вот, когда явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. То есть Павел подчеркивает, что в любом случае, как бы мы ни жили, как люди, мы без милости Божьей не могли обойтись. И вот здесь дальше такая фраза употребляется, и в молитвах часто слышится, особенно, например, во время Таинства Крещения. И эта фраза как раз из послания апостола. Баня и Возрождение. Вот эта баня, как ее переводят в синодальном тексте, и в славянских текстах также это звучит, это омовение. Омовение. То есть это дословно купальня. Купание, омовение. И речь идет, конечно же, о крещении. Речь идет о крещении. То есть вот это купальня и возрождение. То есть баня, ну, в то время, когда переводили русских бассейнов не было, да, и купали на таких открытых, только если на реке, может быть, да. Вот как раз в местах, где впервые звучало это послание, там были вот эти открытые такие источники для дождевой воды, которые собирали, в которых, ну, или не дождевой даже, может быть, да, в которых купались. И вот, собственно, крещальная купель тоже так могла называться. Только почему не просто вот эта баня или купальня, да, место для омовений, а баня возрождения. То есть это место, в котором ты не просто омываешься, а ты возрождаешься. Ты умер для греховной жизни и теперь жив, воскресаешь для жизни праведной. Баней возрождения и обновления Святым Духом. И, конечно же, как всегда, и у святых отцов довольно много это встречается, и в Писании мы видим, вот это омовение в крещальной купели предполагает и обновление Духом Святым. То есть, конечно же, сам факт омовения, он ничего не значит, кроме, может быть, каких-то внешних действий. Человек может сколько угодно эмоционально переживать данное событие, но совершается оно невидимым образом, оно совершается Духом Святым. Вот это обновление жизни, обновление всех жизненных сил, обновление душевных сил, потому что человек, который много грехов в жизни совершал, его душа изранена, его душа как калека, искалечена, она не может действовать праведно, потому что она уже привыкла, в ней есть некоторые такие динамические стереотипы, есть некоторые стереотипы поведения греховного. И без благодати Божьей, без силы Божьей, но и без человеческих усилий, естественно, здесь не обойтись. И вот апостол пишет, значит, обновление Святым Духом, которого излило на нас обильно через Христа Иисуса, Спасителя нашего. И мы видим в Писании, как Христос посылает Духа, который от Отца исходит, да, он так и говорит, что он «приимите Духа Святого», апостолам говорит, и мы верим, что через апостол, через их рукоположение, через их молитвы, мы видим, как в книге «Деяния апостольских», да, апостолы руки возлагали на христиан, и на них сходил Дух Святой. А даже иногда бывали и ситуации, когда Дух Святой сходил самостоятельно, и они говорили, раз Дух Святой сошел, мы уже не можем не крестить, например, да, но всегда этот Дух воспринимается, как Дух Христов, то есть Дух, который действует в контексте служения Христа, который исполняет Его служение, сообщает Его дары нам, делает нас причастными Его служению. Для чего же Он обильно излил на нас через Иисуса Христа этого Духа? Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Слово «оправдавшись» здесь надо понимать в таком органическом ключе, то есть, чтобы исцелившись этой благодатью. То есть, слово «оправдать» сегодня носит такой юридический характер, как будто бы мы берем преступника, например, и оправдываем его, и говорим, он не преступник. Но очевидно, что, может быть, в юридическом контексте иногда так возможно сделать, например, найти какие-то основания и доказать, что этот человек не преступник. Но если он преступник, тогда оправдать его невозможно. Можно его простить, можно снизойти, быть милосердным, на первый раз как-то поступить мягко, или, ну, как угодно, в данном случае бывает судье, но оправдать человека, который совершил неправедный поступок, то есть, сделать его праведным, механически невозможно. Оправдание — это нахождение оснований для того, чтобы признать человека праведным. А если он неправедный, оправдать его просто так невозможно. И здесь апостол употребляет это слово в контексте вот того действия благодати, которое не просто признает праведным, а которое исцеляет, благодать исцеляет, оправдывает, то есть делает праведным, выправляет ту внутреннюю болезнь, которая в человеческой жизни присутствует, которой болеет его душа. Вот как раз мы говорили об обновлении в купеле Возрождения, об обновлении духом. Вот как раз благодать оправдывает, то есть исцеляет, делает праведным, восстанавливает в нас душевные силы и духовные силы, восстанавливает в нас правильную иерархию. Для чего? Чтобы мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть чтобы по нашей надежде, как мы надеемся, чтобы мы стали причастны этой вечной жизни. Апостол пишет, слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний, родословий, споров и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосуждён. Здесь мы можем сказать, что апостол переходит снова к таким практическим рекомендациям. Ну, восьмой стих звучит несколько странно для современного слуха. Можно попробовать посмотреть, например, перевод Ладыки Кассиана безобразного. Он говорит так. «Верно слово, и я желаю, чтобы ты крепко стоял за это, дабы уверовавшие в Бога старались преуспевать в добрых делах. Это хорошо и полезно людям». Какое же слово апостол Павел имеет в виду? Всё, что он сказал прежде, всё, что он сказал о добрых делах. То есть, само по себе иногда может показаться, что христиане, особенно сегодня, когда огромное количество людей крещены, но не живут христианской жизнью, что христиане как будто бы не отличаются своей жизнью от нехристиан. Просто одни верят в Бога, а другие не верят в Бога. Одни иногда заходят в храмы, а некоторые не заходят в него никогда. Так вот, апостол всё-таки прямо подчёркивает. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты крепко стоял за это, чтобы все уверовавшие в Бога старались преуспевать в добрых делах». То есть, христиане – это не просто люди, которые стараются не делать грехов, ну и там как-то иногда, если уж сложилось, поступают правильно. Нет, они должны стараться преуспевать в добрых делах. То есть, это активная, добрая, добродетельная позиция. Далее. «Глупых споров и родословий, и ссор, и прения о законе избегай, ибо они бесполезны и суетны». Ну, действительно, для апостола, как и вообще в церковной жизни должно быть, люди не должны быть настроены на спор, не должны быть настроены на постоянную внутреннюю расприю. Церковь должна являться примером мира, примером взаимопонимания, примером снисхождения, прощения, готовности к диалогу, открытости, а не постоянной напряженности и такой настроенности на конфликт. И вот апостол говорит, «Глупых состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся». Ну, понятно, что у иудеев, в отличие, скажем, от многих язычников, была известная и по священному писанию известная традиция помнить свой род. Мы знаем, что евангелист Матфей приводит родословную Христа, евангелист Лука приводит родословную Христа. Это не было чем-то исключительным. Это не просто, кто-то специально взял и исследовал родословную Христа, или, может быть, специально ее как-то сохранял. Нет. Каждый приличный иудей, каждый человек, который считал себя верным, он знал свой род, он знал, из какого он колена, он знал, из какой он семьи. Даже когда люди уезжали далеко и жили какой-то такой далекой от Иерусалима, от иудеи жизни, они все равно помнили свое происхождение. И очень часто эти родословные становились основой для такого авторитетного или не авторитетного высказывания. То есть человек мог указать на свое родословное, сказать, что он связан, например, с каким-то известным учителем, с известным раввином, и тем самым мог попытаться обосновать свое мнение, сказав, что вот традиция, я бледу традиции своей семьи, вот мой предок утверждал вот это, и поэтому я считаю, что закон надо исполнять таким образом, а не другим. Апостол Павел все это называет глупыми спорами, в том числе и спорами о родословных, кто авторитетнее, кто менее авторитетный. И споров и расприя о законе надо удаляться. Почему? Потому что для апостола, особенно в языческой среде, закон оказывается таким серьезным препятствием. Язычники не могут прийти ко Христу, потому что неязычники, бывшие иудеи, взваливают на них непосильную ношу. И мы знаем, что апостол много сил приложил к тому, чтобы, во-первых, он боролся с иудействующими, с иудеохристианами, во-вторых, он добивался того, чтобы для бывших язычников закон был отменен, или, по крайней мере, сведен к минимуму. Вот мы знаем, на апостольском соборе было оставлено всего пять заповедей из всего закона для язычников. Так, расприи бесполезны и суетны. Ну, апостол пишет, бесполезны и суетны, но мы видим, что иногда эти расприи не просто бесполезны и суетны, но даже и вредны, потому что они разделяют церковное сообщество, как это и происходило, кстати, в древности. Отдельно вот он пишет о еретиках. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. С нашей точки зрения, еретик – это тот, кто высказывает неверную, неправильную мысль о Боге, о Христе, о человеке, истину вероучительную, одним словом. Но для апостола Павла, как мы можем посмотреть и увидеть в самых разных посланиях, еретик – это не только человек, который высказывает неверную мысль, а скорее даже, в первую очередь, это человек, который живет неправильной жизнью. То есть речь идет о ереси жизни, об ошибке жизни, о том, что человек сам для себя выбирает некоторую неправильную жизненную позицию. Собственно, это и видно из дальнейших слов. Он говорит, потому что такой развратился и грешит. И здесь, когда мы видим слово «развращен» или «извращен», то здесь речь идет явно не только о вероучительном искажении, об искажении жизни. После первого и второго вразумления отвращайся. То есть, с одной стороны, здесь можно услышать некоторое пренебрежение такое, но все-таки пренебрежения нет, потому что есть первое вразумление, первая попытка вразумить, потом вторая попытка вразумить, то есть, как-то призвать человека к правильной жизни, к благочестивой жизни, к правильной вере, естественно. Но далее апостол говорит «отвращайся», просто потому что невозможно насильно привести человека к правильному мировоззрению, к правильной жизненной позиции. Человек выбирает сам, как ему жить. Его, если, скажем, речь идет об уголовном преступлении, об опасности для общества, можно, конечно, ограничить, как, например, ограничивают каких-то преступников в своих действиях, которые не должны находиться в обществе, если они настроены агрессивно, если они этой жизни, спокойной жизни этого общества мешают. Но если речь идет просто о человеке, который выбирает какой-то греховный путь, то такого человека надо отвращаться, зная, что таковой разворотился и грешит, будучи самоосужден. То есть он сам себя отлучает от церкви, такой человек, и общение с ним оказывается неполезным. Неполезным. Вы знаете, что наше общество сегодня таково, что для человека практически не важно, как живет тот, с кем он общается. Все сегодня настроены на такой рабочий лад, мы решаем рабочие вопросы, покупают, продают, производят. И как там живет тот или иной человек, какая у него семейная обстановка, и вообще, какова его нравственность. Людям сегодня особенно это не интересно, людей это не беспокоит. Но в древности было не так. В древности, если человек, например, изменял своей жене, и не собирался исправляться, если это не было какой-то минутной слабостью, хотя иногда и за это тоже уже наказывались с человеком, прекращали общение, как с подлецом, как с тем, кто... То есть, рассуждение было такое. Вот если человек, например, тебя сейчас обманет и продаст тебе какую-то неправильную, плохую продукцию, ты же перестанешь с ним иметь дело. А почему ты имеешь с ним дело, если он обманул свою жену, бросил своих детей и совершенно опустился в нравственном отношении и ведет себя, как он хочет, и развратничает. То есть, если человек позволил себе одно, он позволит себе и другое, и третье, потому что он поддался собственным страстям, теперь они его влекут. И если он поддался блудной страсти, например, а прелюбодейство совершил, то где дальше гарантия, что он не поддастся страсти наживы и начнет продавать тебе плохую продукцию. Ну и кроме того, в первую очередь, что самое главное было в этом отношении, мы знаем из Писания, что дурные сообщества развращают нравы. И с преподобным ты будешь преподобным, да, а с развратником развратишься, с грешником развратишься. Так вот, апостол говорит, прерывать общение. Кроме того, это благотворно, как это ни странно звучит, влияет на самих грешников, потому что они видят, что есть граница их плохого поведения, что есть предел, что есть некоторая неготовность общаться дальше в любом отношении. И каждый из нас, кстати, сам для себя имеет такие границы, просто в обществе современном они очень расширены. То есть, скажем, с человеком, который, не знаю, просто развратничает сегодня, вряд ли кто-то прекратит общение, если уж какой-то совсем благочестивый человек. И тем более надо еще об этом узнать, да, большинство-то мы не знаем о том, как мы живем. Но, например, если перед нами, скажем, человек, который совершает явно уголовное преступление, жестокое, например, кровожадное какое-то, то большая часть людей не будет с ним общаться, потому что перед нами явно не просто грешник, да, преступник. Но вот граница, она, конечно, у каждого своя. Граница понимания того, когда другой становится нерукопожатным. Вот апостол Павел говорит, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Сегодня это слово как раз то, которое я употребил, нерукопожатный. То есть, человек становится таким, что с ним невозможно дальше продолжать общение. Почему? Апостол говорит, потому что он самоосужден. То есть, он вводит в свою жизнь такие правила, которые приведут его к осуждению. Он сам себя осудил своим поведением. И если ты будешь продолжать с ним общаться, ты, во-первых, будешь потакать его поведению, ты не будешь выражать никакого своего мнения на этот счет, и тем самым будешь его позволять дальше ему действовать, не будешь говорить, что это плохо. И, наконец, ты сам для себя. То есть, твои собственные рамки, твои собственные критерии праведной жизни, они будут нарушены. Далее апостол пишет. Когда пришлю к тебе Артему и Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствую тебя, все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Такое традиционное завершение, когда есть уже какие-то конкретные поручения. Каких-то людей надо отправить в определенное место, но так, чтобы у них не было недостатка, ни в чем. То есть, надо о них позаботиться. Кому-то надо прийти к Апостолу, чтобы они увиделись. И в то же время, заканчивая, Апостол все равно пишет, пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Во всем, что необходимо, в этих самых нуждах, чтобы они не были бесплодны. То есть, во всех каких-то практических вещах, даже в практических советах Апостола все равно присутствуют вот эти нравственные призывы. упражняться в добрых делах, чтобы не быть бесплодным. Пусть и нас Господь благословит и поддержит на этом пути, чтобы и мы стремились, по слову Апостола, упражняться в добрых делах и не были бы бесплодными. Всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова